Приветствую вас. Я прочитал ваш первый вопрос и второй вопрос, который более детально раскрывает вашу личность. Могу сказать, что вам вначале, сейчас имеет смысл обратиться на обследование городжу, потому что есть признаки заболеваний, которые могут быть и которые могут помещать вам работать, например, эффективно работать с психологом. По данным вопросам вашим. Далее вы описывали свою ситуацию, где следили сюда, где происходили с вами не очень приятные вещи на работе. Я полагаю, что вы позиционируете себя именно на работе далеко не самым лучшим образом и ведете себя неуверенно. Именно из-за отсутствия уверенности в себе, а неуверенность в себе появляется, когда вас, например, подавляют, когда вас, например, приезжают и так далее. В этих ситуациях, как правило, человек начинает чувствовать себя бесполезным, никчемным и свои желания подавляют. Вы говорите, что вы очень много читали. Ну, хорошо, вы очень много читали, а интересы у вас, они какие-то такие? То есть, очевидно же, наверное, что чтение не может быть интересным. Очевидно же, наверное, что именно чтение не является интересным как таковым. Очевидно же, наверное, что чтение было способом структурировать свое время, но не интересным. А вот то, что именно вы читали, что вам нравилось и так далее, вот это, на мой взгляд, может быть уже чем-то более таким. Ну, более важным, более интересным и так далее. Но, опять же, правда, это нужно разбираться, потому что пока не очень понятно. Далее вы говорите как минимум два раза, что вам все говорят. То есть, вам все что-то говорят. Да, а что думаете вы, что считаете вы, как вы сами вообще, ну, относитесь к себе, к своей жизни и так далее. То есть, почему речь идет именно о комбинации, почему вы все время, как бы это сказать, оглядываетесь на других людей, а не на себя. Понимаете? Вот в этом, пожалуй, и заключается основной момент. Это очень сложный момент, опять же, на мой взгляд. То есть, если вы для себя решите, что я буду прислушиваться только к себе и делать только то, что хочу, да, например. Это совсем не то же самое, но вопрос в том, чего хотите вы. Отчего, хотя, например, ваши родители при вашем описании явно чувствовалось, что вы, ну, скажем так, при вашем описании явно чувствовалось, что вы в конфликте со своими родителями. И это не есть хорошо для вас. Вполне возможно, что родители вас подавляют. То есть, если у вас не будет диагностировано каких-либо заболеваний, психических, физиологических и так далее, то я полагаю, я полагаю, что можно будет в таком случае вам обратиться к психологу и вместе с ним уже разобраться с тем, что с вами происходит. Это гораздо лучше, чем то, что вот вы сейчас как бы пытаетесь реализовать. Это гораздо лучше, потому что сейчас вы просто по кругу, по сути, движетесь. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд вы сейчас движетесь по кругу. Это то, что вам можно сказать, исходя из вашего текста. Понимаю, что этого не много, понимаю, что этого не достаточно возможно, но, тем не менее, исходя из того, что вы написали, я полагаю, что пока другого и не надо. То есть, почему не надо, да? Потому что сперва нужно определить, увидеть, что именно вам мешает прислушиваться к себе. Что, а точнее, кто подавляет ваши желания и ваши интересы. И уже тогда можно будет делать вывод относительно всего остального. Я полагаю, что начать стоит с разбора семейных отношений, с того, почему ваш папа не хочет рисковать. И все осознавания вами того, что вы в некоторой степени повторяете позицию как раз таки своего отца. Хотите вы этого или нет? И выход из этой позиции, именно выход из этой позиции. И ознаменует для вас, ну, скажем так, изменения в жизни, если вы сами этого хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.